Метод лечения по стандартным позициям. Мы начинаем с того, что снова приглашаем рейки, настраиваемся на практику, прикрываем глазки, проговариваем намерение. Этот сеанс рейки для меня, для того, чтобы, и внутри себя вы формируете зачем. У вас было домашнее задание сформулировать тему. Вот та тема, которая касается физического характера, вы ее проговариваете внутри себя. И первая позиция, это позиция на лицо. Вы кладете руки на лицо, держите их до тех пор, пока вы чувствуете поток идет. Если честно, я сейчас просто показываю, а потом... Вы прям касаете. Да, вы прям касаете, вы можете прям положить. Вот можете держать на расстоянии, можете положить. Вторая позиция, это виски. Ну хотите, можете со мной повторять, потом мы проделаем. Первая была глаза, вторая – виски. Уши. Третья позиция – это уши. Держите на ушах. Далее идет затылок. Вот таким вот способом кладете, чтобы ваша левая рука была сверху. Вы видите, что здесь в рейке очень часто левая рука сверху, правая снизу. Затылок. Потом шея. Ваше запястье соприкасается. Вот таким вот образом. Есть второй способ, вот так, но он мне неудобный. Можете попробовать. Мне удобный вот так. Пять позиций на голове. Четыре позиции с передней стороны тела. Ручки кладете на область груди. Далее переставляете по очереди под грудь. Там, где солнечное сплетение, ваши пальчики соприкасаются. Идете еще ниже, там, где пупок. Еще ниже, где половые органы. У женщины это матка, яичники, вот здесь. Четыре положения рук на передней стороне тела. И всегда, когда вы ручки переставляете, вы две сразу не убираете. Вы переставляете по очереди. И когда вы будете кому-то другому делать этот сеанс, тоже ручки переставляете по очереди. Далее. Ручки вы переводите на плечи. Вот таким вот образом. После плеч у вас идут лопатки. Вы можете сразу две ручки поднять. Вот так. Они у вас будут развернуты. У крысла. Вот таким вот образом вы ручки поднимаете. Они у вас будут развернуты тыльной стороной. Но если это трудно сделать, вы можете сделать это по одной ручке. Вот так. Одна ручка, вторая ручка. У качков такая есть особенность. У них руки плохо гнутся. Особенно назад. И был у меня просто случай. Ну, в двух группах были такие мужчины-качки, которые тренируются. У них очень такие мышцы раскачанные. И очень трудно ручку запихнуть. Я тогда придумала лайфхак. То есть, этот качок берет ручку. И телка в ручке не гнулся. Заводит ее. Вот хоть как. Берет стену, облокачивается на ручку и прижимает. Вот. И все у вас получится. Можно лечь на кровать. Ну да, когда лежа вообще. Сердце можете делать как угодно. Сидя, лежа и стоя. Хоть при ходьбе. Как вам удобно. Без разницы. Далее. Вы ручки кладете на почки. И потом ягодицы. Четыре позиции сзади. И вы, конечно, можете что-то свое добавлять. Вы не ограничены только вот этими четырьмя позициями. Вы можете и положить ручки, например, на бедра. Можете с двух сторон положить ручки. Как вы чувствуете? Можете вообще сесть на ручку. Да, вот как на половые органы, другую на низ живота положить. Если какие-то проблемы там с простатой или еще что-то. Вполне. И у нас три позиции на одной ноге. И три позиции на другой ноге. То есть, первая позиция – это колено. Вторая позиция – это щиколотка. С двух сторон вы держите. И третья позиция – это стопа и подъем стопы. Вот здесь, с двух сторон. На одной ноге и на второй ноге то же самое. То же самое. Все. После этого вы проговариваете, что сеанс рейки завершен. Ручки перед грудью. Благодарите рейки, учителей, себя за практику. Либо человеку. Человека, если вы делали кому-то похожие позиции. После обеда у нас будет сеанс с другим людям. И отпускайте рейки. Можно просто потрясти ручки. Либо сделать кинёку, которую вы делали. Сухой купами на выдохе. И сейчас мы с вами проделаем все вместе сеанс самому себе. Я сейчас послушаю, какие вы сформулировали намерения. Что-то подкорректирую, сфокусирую. И мы сделаем с вами полноценный сеанс себе. Сколько держать руки на позиции? Зависит от вас. Считается, что нет никакого лимита. Но, тем не менее, придумали музыку с колокольчиками. Которые каждые 2 или 3 минуты показывают, что пора переставлять руки. Занят колокольчики в течение музыки. И вы можете, ориентировавшись на эту музыку, переставлять. Я бы вас не агитировала, переставлять именно по колокольчикам. Потому что, действительно, руки могут залипнуть. И вы перестаете уже доверять своей интуиции себе. Вы захожете держать, держать. Да, вы ждёте, иначе вы ждёте эти колокольчики. Поэтому колокольчики это хорошо. Но, может быть, это как костыль на первое время. Чувствуйте сами. Сам сеанс продлится от 45 минут до 1,5 часов. Иногда 2 часа. В зависимости от того, насколько ваши ручки будут где-то зависать. Возможно, вы сделаете сеанс по 2-3 минутки на разных позициях. И потом на какой-то у вас позиции ручки на полчаса, на час просто останутся. Вы это чувствуете, что они должны здесь побыть. И вы потом пойдёте дальше. Это может быть. Вполне. Просто следуйте своему голосу внутреннему, следуйте интуиции и идите за ней. Всё. И сеанс он у вас свершился, считайте. И всё время думать только о том, что под ладошками. Очень важно, чтобы ваше внимание было только под ладошками. Потому что где внимание, там энергия. Если у вас внимание под ладошками, значит энергия будет тоже под ладошками. В то же время энергия рейки, она мудрая. Можно сделать даже так. Вы держите ручки на одном месте, а энергия течёт в другое. Вы чувствуете вибрацию и тепло в другом месте. Это тоже нормально. У нас же есть очень много связей между органами. Например, у человека болят глаза, чаще всего проблемы с печенью. А он думает с глазами. Он держит ручки на глазах, а тут включается печень и начинает гореть. И ручки сами туда тянутся. Следуйте своей интуиции. Вы можете увидеть очень много причин. Могут приходить какие-то образы во время сеанса, что будет вам показывать, с чем связана та или иная проблема, то или иное заболевание. Может быть, что-то на ментальном уровне. Какая-то программа у вас включена неправильная. Может быть, переживание было яркое. И у вас психосоматика такая включилась. Во время сеанса всё это будет происходить. В течение 21 дня вам надо будет поработать с этой темой, которую вы выбрали, для того, чтобы убедиться, что рейки работает. Вы почувствуете улучшение. Это очень важно для вашего ума. Чтобы вы сами поверили в этот метод. И очень важно вам записывать. Всё время записывать. Каждый день. Как вы себя чувствовали до сеанса, после сеанса, во время сеанса. Что происходило, какие ощущения. В каких местах ваши ручки задержались подольше. Вы будете записывать состояние внутреннее. Будете записывать, какие события в течение дня происходили. Возможно, к вам будут приходить ответы. Сны будете записывать. Вот в течение 21 дня пишите всё. Это очень важно. Это будет диагностика очень большая. И лечение одновременно. Ваш запрос может видоизменяться. Тоже очень важно. Допустим, вы сформулировали его каким-то образом. Через несколько сеансов вы почувствовали, что есть что-то ещё глубже и более важное. Всё равно это будет вокруг этой темы, вокруг этой проблемы. Но что-то будет сфокусировано. Тоже не нужно вам зависать на одной формулировке. Идите глубже, меняйте тогда, если идёт внутренний такой позыв, что надо что-то изменить, что-то скорректировать. Это как настройка радио. Сейчас идёт такая калибровочка, настройка. Как вы попадаете в резонанс этой энергии, и ваш аккумулятор сейчас будет заряжаться. И для этого вам надо немножечко чистоту эту улучшать, где-то что-то подправить, намерение переформулировать. Всё хорошо будет в итоге. Через 21 день вы потом напишите, что получилось, что изменилось за это время. Тоже очень важно.